3П. 3П должно сочетаться в этой ткани. В этом и состоит зрительная иллюзия. Ой, сделано с любовью соблюдать геометрию. Покатые плечи, большая грудь, сильно лучше, чем шифоновая блуза. Добрый день, стильные иллюзии. Вы снова на моем канале. И мы сегодня с Екатериной снимаем в удивительном месте. На самом деле, влог у нас сегодня должен получиться огонь, пожар, жаище. Поэтому обязательно не забудь нам поставить лайк животворящий, подписаться, чтобы следить за нами и за нашими новостями. И, конечно же, приходи в наши социальные сети Telegram или Яндекс.Зен. Мы везде тебе рады. Ну что, мы сегодня выполняем обязательства, которые мы давным-давно обещали снять какой-то влог для девушек с формами. Ну вот очень много комментариев на эту тему мы получали. И, конечно, мне очень радостно, что мы сегодня снимаем в бренде, который специализируется на одежде для разных типов фигур. У него широчайшая линейка размерная, от 44 до 68. Что он пошел нам навстречу и дал спокойно, с удовольствием снять этот влог для вас. Что это за бренд? Сейчас расскажу в двух словах. Это бренд 4FORMS. Он находится в Москве, с производством в России, с тканями из Италии и Турции. Вискоза, кстати, китайская. И девчонки, которые здесь работают, мне рассказывают, что это осознанный выбор, что китайская вискоза оказалась лучше, она не махровая, она плоская, она гладкая. То, что прямо необходимо и то, что дает нужный эффект. Не лютый блеск отвратительный, который подсвечивает все, что мы не хотели, чтобы подсвечивалось, а такой хороший благородный матовый цвет. Здесь работают консультанты, которые являются профессиональными стилистами. По крайней мере, мне сказали о том, что их обучают, и на самом деле они способны помочь квалифицированно подобрать одежду для всех тех, кто приходит в этот магазин. И, конечно, посмотри на магазин. Он просто великолепен. Я таких красивых магазинов встречаю очень редко. И, конечно же, я здесь получаю огромное удовольствие от того, что мы здесь снимаем. Ну что, пойдем посмотрим, что дают. Мы сегодня находимся во флагманском магазине бренда. Он находится на Садовой Кудренской, прямо в самом центре Москвы. Есть еще магазины в Москве и в Петербурге. Об этом ты можешь посмотреть и уточнить информацию на сайте. Но, как я всегда говорю, сейчас, в наше время, это абсолютно неважно, потому что есть, естественно, доставка по всей России. Итак, мы с тобой сегодня говорим про формы, как их гармонично упаковать и что нам в этом поможет. Естественно, я не дам тебе всю исчерпывающую информацию. Я не смогу учесть все твои индивидуальные особенности, да, потому что мы все разные. И плюс сайз, плюс сайзу рознь. Форма в форме рознь, да. Но основная идея, которая поможет тебе с собой работать, она будет мной передана. Очень важно, когда ты начинаешь с собой работать. То есть, неважно, в каком размере ты находишься, неважно, что там, собственно, у тебя по бюджету. Важно только одно – определить свои плюсы, определить то, что тебе в себе нравится и гармонично научиться их упаковывать. Собственно, вот про эти секретики мы сегодня поговорим. Их будет достаточное количество, но если нужно прям полноценно, обязательно приходи ко мне учиться. Так, что я смотрю? Я смотрю, рубашка у нас хлопок, лайкра добавлена. То есть, очень классно понять для себя, что когда у нас есть формы, важно понять, что нам нужна ткань, как я называю, 3П. 3П должно сочетаться в этой ткани. Это пластичность, то есть, как раз, когда добавлен эластан, когда добавлена лайкра. И ткань тянется – это то, что нам необходимо, да, для того, чтобы это не впивалось, не топорчилось, не добавляло какого-то эффекта пузыря, да. Наша задача все-таки, нашу фигуру сформировать визуально, а не драпировать. В этом вся фишка, этим мы будем заниматься, да. Поэтому эластан немного, лайкры немного, до там 3-4%, ну, 5 максимум. Почему? Потому что все остальное быстро растягивается, выходит из строя. 3% – то, что нужно, да. Классная белая рубашка, обрати внимание, да, с красивой полочкой сзади. Очень у нас такая объемная, собственно, то, что нам нужно. Я смотрю сейчас 58-й размер, да. Помимо пластичности, у нас должна быть все-таки плотность, 3П, да, я чуть не забыла тебе рассказать. Плотность. Почему? Потому что нам важно фигуру подсобирать, да, для того, чтобы не было ощущения вот этого, знаешь, когда девчонки с формами очень любят кардиганчики вот эти мягенькие такие, хоп, вот в которых уютненько. Это все здорово, но нам с тобой все равно нужно что-то такое, что будет визуально собирать фигуру и делать ее, вернее, превращать из о-силуэта в приталенный прямоугольник. Помнишь, я тебе рассказывала, у нас есть такая иллюзия зрительная Мюллера-Лайера, да, когда у нас с тобой два отрезка, у которого, у одного отрезка вниз смотрит окончание, а у другого вверх. Здесь точно такая же история работает, да, точно такая же. Когда мы говорим о том, что у нас есть формы, то есть, как правило, фигура стремится к о-силуэту, или мы ее так стремим, знаешь, потому что мы стесняемся, и мы начинаем одеваться во всякие вот такие балахоны безразмерные, соответственно, фигура теряется, мы выглядим большими. А у тебя может быть прекрасная талия, очень красивая линия груди, а у тебя могут быть длинные стройные ноги, но это вот за этим вот шаром, да, воздушным, никто ничего не видит, ты просто большая, безформенная, понимаешь, да? И наша задача из о-силуэта приблизиться к приталиному прямоугольнику, если у нас есть талия, если нет талии, мы ее рисуем, и сегодня будем говорить, как мы это делаем, да? Очень важно не корректировать фигуру, нам нечего корректировать, у нас прекрасные любые размеры, любые формы, да, а гармонично представлять ее интерес. Итак, про пластичность поговорили, третье П – это пространство, то, что я называю воздухом. Итак, для нас важно, чтобы, помимо всего прочего, у нас с тобой был воздух, воздух, не облип. Облипа можем себе позволить, когда у нас длинные стройные ноги, это является твоим плюсом, тебе не нравится, окей, тогда сверху мы будем с тобой балансировать на каких-то объемах, а снизу подчеркивать ноги, если мы можем себе это позволить, да, оговорюсь. Итак, воздух, когда мы выбираем брюки, да, очень круто смотрятся именно брюки с воздухом. Еще раз, пластичная ткань, при этом, которая держит форму, собирает нашу фигуру, и, да, есть воздух. Есть воздух, особенно он классно работает в движении, да, у нас появляется вот это пространство, которое обладает худящим, стройнящим эффектом. Здесь, смотри, обрати внимание, брюки очень правильные, как я всегда говорю, я очень люблю такие брюки, потому что, когда у нас полностью брюки на резинке, они как раз могут во взаимодействии с нашим телом и с другой одеждой создавать эффект пузыря, который нам не нужен. Да, услышишь, тут вот, да, такой баланс, нам нужен воздух, но не эффект пузыря, не эффект ткани, которая стоит просто, да, стоит таким каким-то коконом. И который формирует некрасивое впечатление от фигуры. Так что у нас здесь, у нас, на самом деле, обрати внимание, спереди пояс, то, что нам необходимо, да, и резинка у нас присутствует только сзади. Обрати внимание, резинка достаточно плотная, но которая не будет впиваться в тело, она широкая, да, здесь есть шлевки, то есть мы эту еще резинку можем закрыть ремнем. Идеально, идеально, ткань прекрасная, мне очень нравится, ничего лишнего, защипы, давай посмотрим с тобой, да, защипы у нас достаточно далеко, равно удалены от линии живота, что, опять же, не будет давать здесь объема ненужного, поэтому брюки прям годные, можем с этим работать. Так, мы сегодня ход рекомендацион кричать не будем, ровно до тех пор, пока не посмотрим образы. Такой тебе спойлер досмотреть до конца Стасин влог, что в конце у нас будет примерка. На прекрасной модели Светланы, которую мы сегодня пригласили сделать совместно этот прекрасный выпуск. Так, ой, сделаны с любовью для наших девчонок, как я люблю, когда такие детальки присутствуют. Я пытаюсь найти составник, если что. Так, стопроцентная шерсть. Здесь, кстати, ткани смесовые, да, с добавлением небольшого количества синтетических нитей, синтетических тканей, просто для того, чтобы, во-первых, продлить износостойкость, во-вторых, чтобы ткани держали форму, не мялись, потому что, если мы говорим про фигуру с формами, критично важно соблюдать геометрию, критично важно, чтобы не было дополнительных заломов, объемов и так далее, которые будут формировать не только определенные впечатления, да, но и влиять на восприятие фигуры. Поэтому это важно. Самое важное, что тебе прямо сегодня, из сегодняшнего влога нужно запомнить, что любую фигуру, а уж тем более фигуру с формами, держат плечи, плечи. Да, если индивидуальная особенность такая, что у тебя своих плеч дали достаточно, просто не слушай, да, но если мы, опять же, говорим про фигуру, которая стремится ко силуэта, пока ты плечи, большая грудь, талия, да, не очень выражена, талия слабо выражена, то есть мы понимаем, что, во-первых, фигура как будто, да, формирует вот такое пространство непрямое, то тут обязательно такая история, как плечи, нам нужны плечи. Причем, если ты приходишь и, допустим, выбираешь для себя трикотаж, ты должна понимать, да, что лучше купить подплечник. На озоне, сейчас это не реклама озона, рублей 300, что я пытаюсь вспомнить, сколько я покупала разных размеров. Абсолютно. Можно подобрать под себя. Можно, чтобы это было плечо не ярко выраженное, знаешь, не как у меня вот сейчас, да, когда оно плотное, а просто небольшой подплечник, который будет формировать тебе вот эту линию плеча. Соответственно, для меня вот это пальто просто любимое, мне кажется, нам нужно... Нам нужно его обязательно примерить на Светлане, потому что есть плечо. Светлану обязательно покажем, расскажем ее параметры, чтобы ты понимала, с чем я сегодня работаю. Да, мне нравится вот эта прекрасная отделка, мне нравится ткань, у нее есть фактура, да, она очень интересно смотрится. Обратим внимание на ремешок, да, у нас здесь есть с тобой пряжка. Опять же, обязательно напомню тебе, что если пряжки нет, и здесь появляется узел, это, во-первых, акцент, а во-вторых, он тоже может визуально добавлять объем. Есть у нас с тобой один нюанс, если ты человек, который работает в строгом дресс-коде, носишь жакеты, жакеты с плечом, да, потому что в пальто мы добежали до офиса и переоделись. Здесь есть такая штука, которую рекомендуют многие специалисты, еле выговорила сейчас, да, берите мягкие жакеты, это так здорово под пальто, класс, только они не держат форму, они помогают сливать твою фигуру, на саночках туда, к низу, да, и, соответственно, фигура не производит должного впечатления. Итак, если у нас жакет, то у жакета есть плечо, у нас пластичная ткань, она с воздухом, но она держит форму, да, она не встает колом, формирует красивую фигуру. Если выдали талию, то у нас приталенный, если не выдали, прямой, то приталивать будем внутри различными способами. Итак, соответственно, если мы понимаем с тобой, что мы носим жакеты очень активно, у нас подплечник, то, скорее всего, мы сейчас попробуем, здесь небольшой, кстати, неактивный подплечник, то, скорее всего, будет тяжело поместить жакет под пальто с плечом, и тогда абсолютно спокойно мы можем взять с тобой пальто-халат, у которого нет активного плеча, там активным плечом будет как раз наш жакет. Да, мы сейчас, когда будем примерять, в итоге посмотрим, что же нам выбрать. Ты знаешь, мне особенно радостно, что, оглядываясь в магазине, на изделия, которые висят, есть и база, да, которая поможет тебе сформировать основу твоего гардероба, у всех база разная, мы с тобой это помним из предыдущих выпусков, и, помимо всего прочего, есть какие-то спортивные элементы, casual chic очень хорошо работает с формами, casual sport очень хорошо работает с формами, поэтому не нужно бояться, нужно просто уметь это применять. Итак, здесь есть еще элементы спортивного гардероба, я вижу, вот там бобер, сейчас буду его тебе показывать, возможно, мы будем его мерить. И есть какие-то интересные решения типа разрезов, вырезов, все, что дает нам геометрию в образ. То есть, если мы работаем с формами, мы помним про геометрию, мы прям вспоминаем школьные годы, говорим, блин, Марья Ивановна предупреждала, что геометрия нужна, я ее не слушала, да. Вот реально здесь нужно будет вспомнить, да, потому что все зрительные иллюзии, вся работа с формами строится на геометрии. Если мы говорим про какие-то базовые топы. Сразу хочу тебе сказать, что вот когда девчонки с формами и работают в офисе, я вижу вот эти бесконечные шифоновые блузы, вот это вот все, то, что дает им объем. Я все-таки беру вообще для меня более предпочтительные истории, это абсолютно классная, хорошо сидящая, допустим, из гладкого хлопка какого-то базовая футболка. Сильно лучше, чем шифоновая блуза, да. Запомни, пожалуйста, еще один секретик. Подобное подчеркивает подобное. Чем больше ты берешь вот таких форм, опять же, да, которые не строят тебе геометрическую форму из фигуры, тем больше есть ощущение от твоей фигуры, вот такое подобие, да, огромного, безразмерного. Нам с тобой нужна все-таки линия. Поэтому классный топ, либо футболка с круглым вырезом, если мы говорим про базу-базу. Ты мне сейчас скажешь, Тася, я не могу носить вот такой вырез, потому что у меня большая грудь. Мы сейчас, кстати, у Светы большая грудь. Мы с тобой посмотрим, да. Здесь все-таки компания очень много, бренд, очень много вкладывает сил и денег на то, чтобы разработать собственные лекала. Если мы говорим про обычный магазин, который работает с формами, это, как правило, увеличение, просто несколько сантиметров добавляют для каждого размера, то здесь на моделях отрабатывается лекала каждого размера. Понимаешь разницу, да? Поэтому здесь это продумано. Обрати внимание, да, вырез больше не глубокий, а больше расставленный по краям. Для чего? Катечка, для чего, дорогая? Да что ж такое? Для того, чтобы немножко добавить плеча. И для того, чтобы не было вот этого стеснения, да, когда есть вырез, потому что линия-то классно работает, она и подрезает грудь. Почему, допустим, работает очень классно с грудью запах? Именно по этой же причине, да, потому что появляется линия, геометрия, разбивающая фигуру и глаз. Что у нас делает? Переоценивает фигуру. В этом и состоит зрительная иллюзия. Пойдем смотреть бомбер. Вот такой у нас, допустим, здесь куртка-бомбер, да, из шерсти. Очень круто, вот потому что я сейчас смотрю, там, 50-й размер. Ну вот мне, когда я работаю с девчонками с формами, да, это прям нужно постараться и поискать такой размер где-то еще. Поэтому здесь просто моя стилистическая история, такая душа отдыхает. Многие боятся клетку. Стасенька, ты знаешь, я читала. Клетка расширяется. Ну, в общем-то, здесь нужно понимать, какая клетка, насколько этот паттерн такой ребящий, насколько этот паттерн может давать объем, да, потому что если мы посмотрим на эту клетку, мы больше увидим линии, да. То есть есть клетка, которая, собственно, создает объем, а есть клетка, которая помогает нам как раз достигать вот эту геометрию в образе, да, и добавлять вертикали. Обрати внимание на длину, да, здесь какой у меня размер, 48-й, да. Здесь важно, чтобы твой бомбер, меня кто-то как раз на днях спрашивал, кстати, можно ли на формы искать бомбер. Конечно, да, и здесь самое главное, чтобы он не останавливался на самой широкой части твоей фигуры, да. Как правило, у нас бомбер где останавливается? Оттуда, оттуда, на середине бедра. Если мы понимаем, что, конечно, будет смотреться объемно. При всем при этом, да, у нас самый лучший, просто самый волшебный инструмент, который мы можем с тобой использовать, контрастный второй слой. Контрастный второй слой способен съесть объем груди, бочков, бедер, да, и нивелировать зону живота, про которую мне говорит каждый второй человек вне зависимости от размера. Вот поверь мне, вчера была девочка на первичной в размере S, которая переживает за фантомный, я говорю, фантомный живот. В большинстве случаев у нас нет живота, у нас есть переживания по поводу того, что те изделия, которые мы покупаем, подчеркивают эту зону. Поверь мне, если я выберу, вот я вчера прямо это рассказывала абсолютно четко, брюки на супервысокой талии, с какими-то защипами, у меня живот будет, дай боже. Причем она мне не верит, говорит, слушай, не может быть такого, ты же пресс качаешь. Пресс просто визуально его не видно. Видно вот здесь, да, живот в нижней части. Поэтому очень много зависит от того, насколько ты правильно выбираешь свой сувер. Вот опять же смотри, футболки с такой, стилистика университетов, прэпи, да, немножко. Это то, что сейчас очень модно. Круто, что ты заходишь в магазин, где такая широкая размерная линейка, но тут нет вот этих вот постоянных балахонов, которые я вижу везде. Такое ощущение, что, знаешь, если у тебя формы, ты должен страдать, просто выстрадать этот момент. Здорово, что здесь есть откровенно модные вот такие темы, да, в этом сезоне еще более модная тема спорта звучит. Обрати внимание, здесь есть леггинсы. Та-тай! Да, то, что сейчас тоже актуально. Допустим, если ты эти леггинсы наденешь с хузи, да, у тебя стройные ноги, ты можешь себе это позволить, внизу какие-то там кроссовки или любая другая обувь, почему бы и нет? И ты уже не будешь смотреться безразмерно. Мало того, я очень часто этим пользуюсь, что уж там признаюсь, да, когда я делаю ставку на то, что у меня ноги худые. Я могу вот здесь поправиться после оливье, после новогодних, да, набрать себе там несколько лишних килограммов. Этого не будет заметно. Почему? Потому что я показываю талию и обужаю ноги. Ноги стройные. За счет этого есть впечатление, что я супер худая. А я не супер худая. Если что, да, вот, пожалуйста, пользуйся. Это прекрасный инструмент, который работает. Джинсы. Класс. Джинсы с одним разрывом. Что такое разрыв? Екатерина, твой выход? Разрыв. Это? Горизонталь, девочка моя. Горизонталь. Понимаешь? Поэтому, когда разрывов много, мы понимаем, что это будет подколбашивать, да, объем наших ног. Естественно. Но когда разрыв один, такая как интересная деталь, как, опять же, указания на твою сведомленность трендом сегодняшним. Знаете, мы посмотрим, сейчас джинсы у нас широкие, очень много широких джинс, джинсы с разрывами. Почему бы нет? Почему бы нет? Не нужно этого бояться. То есть мы, опять же, возвращаясь к тому, что начитаемся там в уголах разных, о том, что разрывы на большие какие-то, да, размеры, ни в коем случае. Вот ты во всем должна оценивать с точки зрения себя. Могу себе позволить, да. Сверху мы сегодня возьмем эти джинсы в стилизацию, сверху мы что-то добавили казуальное, да, это тоже некий такой контраст. Вот смотри, у тебя все классическое, значит, ты можешь взять какие-то интересные варианты по обуви и сумке, отыграться. Если у тебя разрыв, сверху какой-то жакет, который будет, да, все-таки, опять же, работать на какое-то другое впечатление, не впечатление, вот это расхлябанность. Потому что если мы возьмем свитшот, допустим, да, у нас будет вот это, опять же, впечатление расхлябанной фигуры, такой, знаешь, больше натурализма. А нам нужно, если мы взяли свитшот сюда, добавьте второй слой контрастный, для того, чтобы это, а, схлопнулось, получилось классное впечатление, плюс контрастный второй слой отработало, у тебя все по фигуре. Понимаешь, да? Что-то я прям разошлась, не на шутку сегодня. Костюм из футера. Сразу обращаем с тобой внимание, что здесь нет пуха, вот этого, да, который потом у тебя вообще все в нем, да, у нас здесь очень правильная тканюшка с петельками, это уже прям плюс, мне уже нравится. Очень красивый цвет, да, цвет такой приглушенный, невызывающий. У нас здесь есть прекрасные хузи, обрати внимание на длину, на длину. На самом деле, бренд заморочился. У них, допустим, если мы берем жакет, у них две длины. Чуть короче, чуть длиннее. Почему ростовка у всех разная? Спасибо большое! Бренды наконец-то видят, что люди разные. Сейчас небольшая отсылочка к моему змеиному характеру. Ну ладно, в общем, костюм классный, и мы можем, допустим, взять этот костюм с тобой, взять классные коросовки. Коросовки нам нужны не на тонюсенькой подошве, да, а на хорошей, выраженной подошве, которая будет у нас с тобой совпадать с нашим масштабом. Есть формы, значит, так или иначе масштаб будет смотреться крупнее. Соответственно, если мы берем тоненькую подошву, ощущение опять, да, опять зрительная иллюзия, на фоне большого, маленькое, появляется что-то маленькое, и вот это большое на фоне маленького смотрится еще больше, а маленькое меньше. Понимаем, да? Поэтому мы с тобой это, собственно, учитываем. И, соответственно, мы можем добавить с тобой шубу, мы можем добавить с тобой пальто, мы можем добавить с тобой кожаный жакет по весне, да, ну, то есть, вариантов много. Не старайся себя запаковывать в классику, то есть, когда я говорю о том, что у тебя должны быть вещи, которые держат форму, это не означает, что только классический жакет. Вот, обрати внимание, очень классный жакет, мне нравится фактурность ткани, но он двубортный. Сейчас, подожди, вернусь, расскажу. Вот, обрати внимание, жакет классный, есть плечо, да, все здорово, классная ткань, вискоза у нас в подкладе, замечательно, но, ой, очень важный момент, очень важный момент, смотри, как сделаны жакеты. Жакеты даже двубортные, что делает двубортный жакет? Он тоже добавляет плеча, то есть, если у тебя с этим проблем нет, то лучше однобортный. Вообще, универсальная история, это однобортный на подплечнике, да, но, я прям порадовалась этой историей, смотри, здесь всего лишь одна пуговица, которая застегивается, двубортного жакета. Почему? Почему же? Потому что, это я смотрю, 60 размер, как правило, у нас хорошая, выраженная грудь, нам дали грудь, это прекрасно, но, часто, грудь застревает, именно в жакете, почему девчонки с форумами боятся жакетов, грудь застревает, да, начинает топорщиться, вот эта вот история, вот это непонятно вообще, там, какой там притальный прямоугольник, там вот что-то непонятное, да, соответственно, здесь у нас не будет такой проблемы, потому что, видишь, пуговицы смещены, вырез смещен к низу, опять же, подрезает линию груди, и у нас с тобой пуговица только одна внизу, все, просто класс, молодцы, так, конечно же, конечно же, мы с тобой говорим о том, что деконструкция, смещенная застежка, вырезы, разрезы, все это круто работает с формами, да, потому что дает нам дополнительные какие-то эффекты, которые мы можем пользоваться в свою пользу, платье, смотри, очень будет хорошо, красиво работать с линией груди, просто замечательно, сходящаяся линия, точка внимания, то есть еще так фокусировать на твоей талии, и при этом здесь есть воздух, и не будет отображен живот, не будет, да, но, опять же, мне-то, мне-то хочется, если это возможно, нужно померить, будет, мне хочется здесь добавить ремня внутри, и сверху контрастный верхний слой, да, этот трикотаж, он тянется, рукав, для меня очень важно, что длинный рукав, очень часто бренды грешат тем, что делают вот такой рукав, вот такой, причем, знаешь, ни два, ни полтора, просто, ни длинный, который сейчас актуален, ни достаточно короткий, чтобы показывать, формировать определенные иллюзии, да, а вот ни два, ни полтора, что в итоге происходит, у тебя меняется пропорция руки, смотрится нелепо, ужасно смотрится, что уж говорить, поэтому обращаю внимание, рукав может быть, должен быть длинным, скажем так, использовать магию волшебных ручек, и под определенный какой-то эффект их закручивать, ты можешь самостоятельно, ну, справишься, я думаю, да, боже, как мне нравится вот это, когда на контрасте фактур, но ты знаешь уже, да, когда можно с кожными брюками, сверху жакет набросить, не бойся этого, не надо бояться кожи, кожа тоже есть пластичная, которая не стоит колом, а пластичная кожа, или там эко-кожа, нужно просто найти, это хорошо садится на формы, главное, чтобы была длина, главное, чтобы не было лютого оптигона, и все сложится, да, опять же, если нет такой прям большой груди, которая, скажем, будет брать, перенимать на себя все внимание, то почему бы не позволить себе такое интересное сочетание, да, я хочу, чтобы ты понимала, что твоя фигура, это что-то уникальное, это что-то особенное, и поэтому, и не нужно корректировать, да, и не нужно себе ставить каких-то ограничений, нужно найти вещи, которые просто тебе комплиментарны, которые тебя зажигают, вот ты берешь вещь, а у тебя практически как при влюбленности бабочки, да, внутри, вот, значит, все сложилось, что еще хочу показать, допустим, трикотаж, да, обратим внимание, у нас здесь реглан, реглан будет подрезать плечи, если, есть ощущение покатых плеч, да, плечи не выражены, еще больше сожрется плечо, а это что значит? Еще больше будет акцента на бедра, еще больше вот этого о силуэта, поэтому мы берем, мы ищем трикотаж с точным рукавом, вот мое, опять же, мнение, если тебе нужно получить мою профессиональную консультацию, абсолютно бесплатно, обратите внимание, что бывает редко, за всеми остальными, welcome, собственно, мой сайт, сейчас реклама была, да, если вы не поняли, ну так вот, и там, там вставлять подплечник, вот, и тогда все сложится, и юбка, да, хочется мне, юбки все-таки, не прямой, а а силуэта, здесь я такую не вижу, мы в стилизацию возьмем юбку, футляр, но прямую, да, но с воздухом, и с разрезом по ноге, я думаю, что тоже будет, за счет того, что у нас будет разрез, будет такая некая компенсация, да, и так, конечно, здесь и голубая рубашка прекрасная, боже, как мне все нравится, жакет из твида, обратим внимание, да, такое, под шанельку, вот, но, опять же, мое мнение, нужно добавлять принта, там, где мы можем себе позволить, буклированная твидовая ткань, она будет давать объем, хотим мы этого или нет, да, при всем при том, обратим внимание, вот только с тобой про принт поговорили, чувствуешь разницу, да, конечно, не может не радовать, что в магазине есть полная, полный набор, скажем, изделий, который позволит себе в одном месте закрыть выбор капсулы, да, потому что есть обувь, обратим внимание, да, у нас хорошая выраженная подошва, при всем при этом, она не прям супер какая-то выраженная, когда ты думаешь, блин, я, наверное, не буду носить, но в любом случае, есть вот это, да, вот этот подъем, который нам необходим, вспоминаем про масштаб, да, сейчас я тебе покажу, здесь еще какой-то был зимний у нас вариант, нет, демисезонный, есть и зимний, вот здесь, да, потому что видишь, какая подошва, здесь нужно смотреть, опять же, выбирать под себя, если можно себе позволить, почему нет, да, если мы понимаем, что у нас бедра прям выраженный, прям вот такой тяжелый низ, да, то лучше все-таки себя приподнимать, ну, собственно, это мое мнение, поэтому вот этот ход, рекомендацион, вот это для тех, кто может себе позволить, или, как я всегда говорю, есть собственный выбор, ты знаешь, абсолютно знаешь все нюансы, но говоришь, а мне пофиг, вот зимний, кстати, зимний лучше, обрати внимание, да, ты знаешь все нюансы, потом говоришь, а мне пофиг, я все равно хочу это купить, вот под шубочку, под полушубочек, и тогда я говорю, окей, без проблем, это твой осознанный выбор, понимаешь, вот, вот такая вот классная штука, выбор на себя, осознанный выбор, вот, вот что тебе нужно изучать, очень активно, конечно, изучать себя, очень хорошенькие ботиночки, да, хоть чуть-чуть приподняли, и уже по-другому, уже по-другому смотрится. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Этот лайк мы прям заслужили И твой классный комментарий И конечно же твою подписку Потому что у нас планируется в этом году Куча активностей, очень много интересного Все, что я тебе сегодня рассказала Это маленькая, как я говорю Это одна, там пятая часть того Что я знаю, как работать с формами Но я тебе рассказала то, что ты можешь Использовать прямо сегодня Обязательно это сделай И пиши нам комментарии, какие инсайты тебя посетили Ну что, а мы с тобой увидимся совсем-совсем скоро Пока, конечно же, чтобы не скучать Заходи в наши социальные сети Яндекс.Дзен или Телеграм Мы везде тебе рады Ну что, пока-пока